Привет, друзья! Привет! Ну что, у нас первый день занятий! Ура! 31 августа, у нас первый учебный день, и мы идем в школу. Да! То есть дети идут в школу. Сонечка, ты хочешь в школу идти? Очень хочу. Соскучилась? Ну, очень соскучилась. Лизочка, ты хочешь идти в школу? Очень хочу. Волнуешься? Чуть-чуть. Коля, а ты как себя чувствуешь? Хорошо. Не волнуешься, не страшно? Чуть-чуть. Чуть-чуть волнуешься. Соня, а ты волнуешься? Очень сильно волнуюсь. Я не чувствую себя. Для тех, кто у нас интересовался, когда Никита пойдет в киндергарден, отвечаю, он пойдет через два года только. Пойдемте. Было очень тяжело нам сегодня просыпаться, хотя мы заранее пытались перестроиться по времени. Пораньше ложились, пораньше вставали уже за неделю до школы. Напоминаем нашим зрителям, что у нас первый учебный день проводится не торжественно. Нет никаких там линеек, заседаний, гулянок. Просто дети будут каждый в своем классе по-своему, как там это отмечать, праздновать. Они будут знакомиться, играть в игры. Но учеба начнется уже сегодня. Скажи, что обычно вы в первый день делаете? Ну, разные веселые вещи. Ну, вы учитесь уже? Ну, немного. Чуть-чуть. Коля, а у вас игры тоже, да? Да, игры тоже самые. Но учеба уже идет, да? Да. Чуть-чуть. Им не терпится побыстрее в школу прийти. Мне особо детей снимать нельзя посторонних. Так, дети, не волнуйтесь. Хорошего вам удачного дня. И побыстрее вам найти новых друзей. Все, давайте, идите по своим линиям. Так, едва успела Колю догнать, снять. Нашел свою линию. Увидел кого-нибудь из своих одноклассников Трежин из прошлого года? Много? Несколько. Несколько, да? Несколько. Так, ладно, пойду найдешь и Соню. Все, сыночек, удачного дня. Сонечка, удачного дня. Лизочка, удачного дня. Не волнуешься? Я с тобой постою, да? Лизочка, ты нашла кого-нибудь из детей, которые с тобой учились в прошлом году в кандер-гартоне? Ну, мальчик, думала, что он лучше всех в кладь вот это. А девочек никаких не нашла? Девочек не нашла. Вот. То есть, нет, пока не нашла. Очень много родителей именно в этот день, потому что все привели детей. Обычно меньше родителей. Так, Лизочку увели. Ай-яй-яй-яй-яй, я ей не сказала до свидания. Отошла снять, и Лизу увели. А она меня ждала. Ну что, друзья, увидимся в 3 часа, когда я приду за детьми. Они нам расскажут, как у них прошел день. Поделятся своими впечатлениями. Так, заметьте, вот на перекрестках детей нет, но уйдут родители. И работники школы в таких ярких одеждах с фолошками продолжают стоять на перекрестке, пока родители все не перейдут. То есть, родители это уже переводят через дорогу. Не уйдут, пока все родители не разойдутся. Да, еще забыла сказать, что никаких цветов ни у кого не было у детей. Никогда здесь не видела, чтобы учителям дарили цветы в первый день школы. Так, вот они мои дети, нашей Лизочкой. Мы немножко потерялись, да? Мы так долго, потому что моя подружка, она не умеет ни одного слова по-английски говорить, а у нее дом очень далеко. Я не знала, как сказать, потому что она... И вас всех задержала, да? Да. Дети, ну что, поздравляю вас с окончанием первого учебного дня. Рассказывайте. Сонечка, как у тебя прошел первый учебный день? Оно не было так весело, ну, как обычные классы, но все равно было весело, хотя мы работали очень много и... Уже учились, да? Да. Учительнице понравилось новое? Очень. У нее диван из класса. Диван это мы уже видели. Да. А насчет того, что как учительница с вами себя ведет, хорошая? Ну, да. Лучше, чем мисс Сендерсон в прошлом году? Не. Не лучше? Хотя такие же. Они здесь все милые. Ну, мисс Сендерсон нравится очень сильно. Мисс Сендерсон самая лучшая была в прошлом году? Да, это самая лучшая ученица, которая у меня была. Скажи, а одноклассников у тебя с прошлого класса, с прошлого года много в твоем классе нанечте? Ну, ну да. А друзья твои? Из Саренати я с ней говорила этим ресторсом сегодня. На переменке? Так что, ну да, есть друзья. Коля, рассказывай, какие у тебя впечатления? Хорошо, все. Учительница классная? Угу. У тебя из твоего прошлого класса много в классе одноклассников? Мало? Угу. Два из прошлого года. Два друга или два одноклассника с прошлого класса? Два одноклассника. И один из них друг. И один из них друг. Это хорошо. Ну, а как ты думаешь, что ты быстро подружишься с новыми одноклассниками? Я не знаю. Чем вы занимались? Мы почти целый день играли. В классе или на улице? На улице и в классе. Учились? Учились. Учились? Уже начали, да? Угу. Лизочка, скажи, а тебе понравился твой новый класс? Не очень. А из твоего старого класса девочки, подружки твои были в новом? Нету. Нету вообще знакомых девочек? Да. А учительница хорошая? Ну, да. Ну, что ты такая грустная, печальная? Тебе не понравилось совсем в школе, да? Не понравилось? Ты ни с кем не играла? Ну, ничего. Ты подружишься со временем. Помнишь, что ты в прошлом году пришла, ты тоже никого не знала. И подружишься заново с другими девочками. Лизочка у нас расстроена, совсем печальная. Ты довольна? Да. Тебе все понравилось, да? Очень. Соня, пока что у тебя в руках? Книжку какую-то тебе подарили, да? Мне не подарили, это из библиотеки. Нужно потом вернуть. Хорошо. Так, я вижу, у тебя тоже дневник. Ручка твоя? Да, ручка твоя. Тебе тоже дневник дали. У нас в школе появились дневники. Я только в классе... Такой же, как у Коли. Только в классе, вот, 3-й классе что-то. Да, давно мы со школы не возвращались. Пришли со школы, в прохладе хорошо. Так, ну что, теперь разберемся, что кто принес со школы. Вернее, кто что принес со школы. Сейчас посмотрим. Начнем с Лизы. Посмотрим, что у нее в рюкзаке. Что она принесла? Открывай лизочкой. Это что, книжечка какая-то? Эту книжку ты новую взяла в библиотеке, да? Да. Я потом тоже надо вверху. Ну, естественно. Так, ну и у Лизы вот такой вот теперь бандой фолдер, да? По понедельникам. Конверт для родителей. Так. Это какая-то страховка для детей предлагают. Это у нас... Ну, это всегда вот такое в начале года дают кучу листочков скрепленных для всех учеников одинаковые от школы. Здесь права и обязанности ученика, родителей. Что можно делать, что нельзя. Вот здесь написано про дискриминацию, что это недопустимо. Про алкоголь и наркотики. Про посещение написано, сколько можно дней пропускать, сколько нельзя. Короче, если хотите, я подробно вот это вам потом сниму, покажу, что здесь. Это как платить, если за еду платят родители. Различные письма от директора. И даже есть письмо про вши. Обязательно они предупреждают, чтобы родители наблюдали за вшами в голове. Так, а это, я так понимаю, что меню, да, по-другому в этом году выглядит. У вас в этом году, дети, в школе все по-другому. Я буду веселей. Мы столько уже учимся и ходим в эту школу, и все было одинаково до этих пор. А теперь вот... У нас стало лучше. Лучше, да? А у меня хуже. А у тебя хуже, да? Здесь написано, что фрукты и овощи... Бар, это стойка такая, да, где лежат фрукты свежие и овощи, правильно? Каждый день предлагают детям бесплатно. Вот, допустим, меню. Сегодня был 31 августа, был чикен-эг-ролл. Это, наверное, типа омлета? Они закручены такие тортики с чем-то внутри. Хорошо. Рулеты. Да, рулеты. Это рулеты. Жареный какой-то рис и йогурт, и маффин. Вы не хотите попробовать школьную еду в этом году? Пока не. Мне собирать вам ланчбоксы продолжать? Половинку этого года школы, половинку, ну, с ланчбоксом еду. А потом будешь пробовать? Да. Окей. Коль, ты будешь пробовать школьную еду? Чуть-чуть. Давай посмотрим, что завтра будет. 100% биф, чизбургер, турки и чиз-сэндвич. Вот так выглядит календарь. С другой стороны, на оставшийся сентябрь календарь. Каждый день разное меню. Это нам, как всегда, дали календарь, который мы вешаем на стену. Здесь все важные даты, все правила, все, что касается школы. На этой стороне написано с августа 2017 по июль 2018. Календарь. Обычный календарь. Только здесь еще указаны, какие дни события в школе именно в нашей. Вот, допустим, в сентябре указано, что Labor Day, значит, нет школы. 26 сентября будет индивидуальная фотография делать для учеников. Что-то рано в этом году. Так, а на этой стороне обычно пишут что-то, что касается школы, какие-то вещи. Мы этот календарь повесим на место старого. У нас висит старый календарь школьный. Повесим на место старого. Так, Лизочка, это все, что ли? Да. Все, что у тебя лежало? Обычно вы так много приносите. Ладно, давайте тогда переходим к Соне. Так, это мы уже видели. Давай на дневник на твой повнимательнее посмотрим. В общем, потому что дневник у нас впервые в нашем доме. Так, это надо что-то подписать мне здесь, да? Это все дневники. Нужно, чтобы я подписала и ты подписала, а я уже подписала. Так, давай посмотрим вот сегодня, да? Это закладочка. Это не нужно, чтобы ты подписала. Ну, вот. Вот здесь. Хорошо, это я потом подпишу. Я хочу посмотреть, что вот у вас написано. Я вообще не понимаю, что это означает. Это завтра будет, а вот это, ну, что мы сегодня делали? Короче, по математике у вас было умножение. Это у нас что, science, здоровье и наука не было у тебя сегодня. По social studies, социальное исследование. Что такое написано? Cornell knows. А что значит такое? Я не знаю. Короче, что-то написано, мы сами не знаем. По английскому и по чтению. Так, это, короче, ты написала то, что ты делала, правильно? Да. Это для меня, для родителей, да? Ну, ты должна просто подписать. Ты должна вот там и там подписать, что я это прочитала, правильно? Угу. Так, ну, я пока еще толком не поняла, как это все работает. Похоже ли это на наш русский дневник, как это у меня было в детстве. Потом посмотрим в будущем. Давай, Сонечка, открывай, показывай, что ты там еще принесла. Ну, еще в рюкзаке у меня есть ландфокс и больше ничего. Да. И все? Да. В прошлом году вы мне принесли огромные-огромные рюкзаки, всего навалили. Ты только один дневник. Коля, и у тебя тоже только один дневник? Ну, покажи, что у тебя еще есть. Так, у тебя тоже дневник. Дай, посмотрю, что ты в нем написал. Колин дневник мы уже видели. Я даже не на правильной странице написала. Давай посмотрим, что у Коли сегодня. Мне тоже надо расписываться? У тебя что-то здесь нет росписи. А, ты вообще где-то не там написал, да? Нет. Короче, ты должен был здесь написать все это, а записал вот здесь, да? Это написать вообще. А, это август. Вот. Ты должен был вот тут написать. Ну, ничего, напишешь сегодня, да? Исправишь. Угу. Покажи, что у тебя еще. Задание дали? Нет, это не задание. Это просто как ты все там делаешь. Вот у Коли учительница поступила так очень мудро. Она сделала такой календарь. Каждая буква в алфавите что-то означает. Вот, допустим, A – это hotline, это телефон, по которому нужно звонить, если ребенок отсутствует или что-то с ним произошло, в общем-то, чтобы связаться со школой и сказать, придет ребенок или нет, или что с ним случилось. Допустим, вот B – это про дни рождения. Про дни рождения она просто сказала, Коль, что у вас тоже можно дни рождения отмечать, можно приносить угощения, только все должно быть в индивидуальной упаковке и не должно быть домашней еды, только в магазине. C – значит конференция. Конференция с учителями. Да. Родители встречаются с учителями. Да, целую неделю у учителей конференции с родителями. У них каждый день расписан. Здесь написано, что это будет в декабре с 18 по 22, в марте с 26 по 30, и в час дня в эти дни будет заканчиваться школа. Каждодневное расписание 8.25 – это утренний звонок, начало школы с 8.30, заканчивается в 3, и в 11.30 у Коли Лача. Вот про Monday Folder написала, что она будет посылать с домашним заданием. Так, домашнее задание вам никакое не дали, дети? У меня есть. Какое? Читай 20 минут. Соня, а у тебя есть домашнее задание? Ну да, только чтобы ты запомнила, ну что такое. Это, короче, у меня домашнее задание, да? Да. Лизочка, а у тебя есть домашнее задание? Не знаю. А ты рыбки посчитала, помнишь, записала, отдала карточку учительнице? А, там в пятницу надо завтра отдать. Ты положила ее в рюкзак, эту карточку? Сейчас посмотрела. Посмотри, пусто. А куда же ты делаешь эту карточку? Не помню. Ну ладно, мы на новой напишем, я даже завтра учительница скажу, что столько было рыбок. Ты предположила 46, а там оказалось 53. Сказала 43. Да. А, Лиза сказала 43, а там было 53. Про домашнее задание здесь написано, что будет каждый день тебе посылаться домашнее задание. У тебя в этом году будет домашнее задание каждый день. Пока очень маленькое. Я думаю, да, что будет что-то очень легкое. Здесь написано, что также завтрак подается в школе в 7.50, но нас это не касается. Под буковкой G написано, что нужно подписать вещи, которые вы носите, в том числе рюкзаки, подписать, что это ваши вещи. Вот на этом месте в рюкзаке вы должны написать свое имя и фамилию. Да. Что если потеряется рюкзак, чтобы вам вернули. И на всех вещах они просят подписать. Тоже сердечко. Тоже напишешь. Прилагают принести закуску, снэк, это перекусить, чтобы чем-то. Помимо еды предлагают детям еще принести в школу какой-нибудь перекус. Но это должно быть здоровое, что-то, видимо, фрукт или что-то. Написано, никаких чипсов или печенья. То есть вы можете с собой яблочко взять еще, положить помимо ланчбокса еще что-то, что хотите. Это фрукты или яблочки. Ну, видимо, да. Так, вот что касается расписания. В Америке здесь расписание пишется по-другому в начальной школе. Здесь пишут только те предметы, которые не изучаются каждый день. Вот, допустим, в понедельник библиотека и музыка у Коли, во вторник физкультура, в среду музыка сайенс, это наука, четверг технология, компьютер, и фрайды, и библиотека. Остальные предметы, как английский, математика, чтение, у вас изучаются каждый день, правильно? Угу. И они не указываются в расписании, потому что они так каждый день. Да. Так, ну и наколем листочки, больше ничего интересного нет. Дорогие друзья, спасибо, что вы все это время были с нами. Поздравляем наших зрителей, которые также пошли в школу в этом году с новым учебным годом. Поздравляем! Поздравляем! До свидания! До свидания! До свидания!